И Олеська только моя, я забрала ее у всех. Ну то есть отправили. И Златика отправили, и Наташу отправили, всех отправили. Шапка уже. Вот, сейчас надо выключать. Олеся варит кофе. Все? Да. Все выключаем? Да. Все. Я не первый раз вообще. А я уходила к соседям, Олеся была одна. Я говорю, давай сядем с кружками в такси поедем. Мы там креветки купили. Ой, мы просто ничего не снимали, а мы много. И зашли покушали, келепа, чан-суп. И то, и все, и пятое, и десятое. У меня съезд включен на очень мало. Наливаешь. Нам же хватит сейчас. Не, я хочу... Маленькую кружечку, лей больше. Я хочу разбавить еще. Водой? Да. Зачем? Нет, горячо ходит. Сахар надо, Алиса? Да, сахар надо. Не горячо, мне же не надо, крепкий. Это не крепкий. Это не крепкий. Ну вот, все равно. Ты там кому оставила там глоточек? Вот кому? На кофейной дуще. Надо в плоской, надо в тарелочке в этой, в непрозрачной. Шкафки надо? Как нет, мне шкафки разные. Нет, я не уже. А вот такие, посмотри, вот такие. Нет, спасибо. Вина? С ней вздумай положить, не вздумай. Короче, мы... Я только что и уходила, а Олеся была здесь одна. Пойдем курить на балкон. Ну как, Олеся пойдет курить, а я не курю. До конца ноября. Я же вам обещала. А свет включен. О-о-о. А с ними я это курю. Возьму. Возьму, возьму, возьму. И мы сейчас поедем к Наташе в ОБА. Поедем к Наташе. Все, я все сделала. Мы пришли, специально, чтобы я пошла к стеням и разобралась со всеми вопросами. Олеся пошла со мной. Мы зашли на рынок, туда-сюда. Купили креветок. И ничего не снимали. У нас телефоны разрядились. Это, чтобы купили клубнику. Ну, как это, это же для них-то не видать. Я каждые ее покупаю, каждый рынок. Я в этом году вообще первый раз покупаю. Да ты что? Я ее обучу только тут поеду. Идет такая по улочке. И клубничку ест. Мы вот тут вот прям по сугазюшли. Ну, в общем, так ее понравилось. Заме противо? Да. Хорошо. Надо брать еще, да, это такое же? Да, она мне изначально понравилась. Вот когда ты ее только купила. Моя, моя звезда. Слушайте, она мне изначально понравилась. Да, я купила, вот первый обзор делала. Ну, как бы, я такая, угу, так, ну, хорошо, балкончик. Я главный балкон. Вот я тоже, я прям балконная душа. Они на мной над этим прикалываются. Да, я тоже люблю балкон. Так, знаешь, мне нравится, что у меня два балкона. Вот они бы тоже сидели на балконе, если у них был бы такой балкон. Я вот, я прям балконная душа. Это знаешь, история, это, про бархатные карманы. Не знаешь? Короче, давно-давно. Подожди, когда я перебечу коверу от себя, подожди. Ледька запись пошла. Давай. Давно-давно, короче, решила я себе купить шубу. Ну, какую по счету? Вообще, это давно было. Вообще, у меня не было никуда шубы. Да, поняла. Вот, норкову шубу. У меня была мутонова. Сколько лет тебе было? Я не помню. Короче, она была у меня норкову шубу, не жить не быть. Денег было мало. И я, короче, на Авито нашла обердение. Поехала покупать я эту шубу. Там бы и мехи-то, понимаю. Ну, и холодно так было. Я, в общем, приехала в эту квартиру. И пятиэтажный дом. И на пятом этаже, и темно, и в коридорах, ну, меня запускают в коридор, и там тоже так, ну, знаешь, лампочка такая, как обычная. Как у меня, блядь, того ни хера не горит. Ну, вообще ничего не видно. И мне выносит эту шубу. И я такая смотрю, как бы локти смотрю, там, что потертостильно, и все как в порядке. Ее одеваем, а замерзла, как собачушка. Вообще, так замерзла, капец прям. Одеваю ее на себя, принаряжаю, и вот так вот руки засовываю карманы, а они бархатные. Я прямо такая сразу согрелась, бархатные карманы, я такая, беру. Беру? Беру, все, беру. Слала ее, поехала, и звоню Юле, говорю, Юля, я такую шубу взяла. Юля обалдела, когда увидела шубу. А это карманы бархатные, все, прямо по сюда. Дереждая с этой шубейка тут же в туле. И на свет там ее, боже-то, выкладывая. Она как бы белая, только шуба желтая. Желтая вся вообще просто в немогу. Ну, действительно, да, она не ношная, полка целая. У кармашек все целенькое, да? Все целенькое, но она где-то висела сто лет, блин. В обед. И она желтая. Ой, я не могу. Лучше бы полка была битая, или там угол. Чем вот желтого цвета, белая, ну, понимаешь, все это. Зато карманы бархатные. И вот тут так же, вот, если в квартире балкон большой, я думаю, беру. Да. Там вот что-то, вот то, что мне нравится, им пофиг, что там будет. Там прямо разруха будет. Вот балкон. Да, балкон, это важно. Да. Или вот вид на море беру. И пофиг, что там вообще там. Что с той стороны вид на помойку. Вот пофиг, да. Да, вот как мы в Камбодже жили. А у меня еще не видно. У меня вида на море нет, но тоже неплохой вид. Балкон. Да. В Камбодже жили, а... Подожди-ка, переверну камеру. Какие чудесные истории? Че? В Камбодже жили, это, да, у нас такой, вот так вот домики, вилочки и какой вот. И мы там жили только потому, что у нас была еще однокомнатная квартира. Тут такая пристань была, а прямо от нашего домика. И мы сидим вот в этой однокомнатной квартирке, они вот так вот возле нас тут ходят. Там по бережку. Олеся и чудесные истории. Волосы все еще сырые. И вот так вот, не фанарь. Вот так фанарь. Инташа, что вы тут делаете? Представляешь, именно те фанарь вот так вот туда светит. На, кричат. Что вы тут делаете? Они такие, тю-тю-тю. Тю-тю. Ну, фанарь, ну-тю-тю-тю. Так смеялись. Вот. И тоже мы из этого места не хотели уезжать только потому, что тут вот такая, как бархатные карманы. Все я сейчас сравниваю с этими бархатными карманами. Это прям уровень комфорта твоей, да? Если что-то, вот, я сразу вспоминаю все, это бархатные карманы. Недавно такая история была. Что-то мне пытались продать, я уже такая беру и потом вспоминаю эту историю про бархатные карманы. Я такая говорю, это мне напоминает бархатные карманы, я не буду брать. Он такой, что такое бархатные карманы? У нас свое есть. Бархатные карманы. Бархатные карманы. И вот, ну, и, Егор, по итогу. Квартира понравилась. Балкон крутой вообще. Ну, и квартира неплохая. Да, квартира хорошая тоже. Я вот сейчас лежала-то, смотрела 24. Алиса говорит, включи мне новости и иди. Иди, куда хочешь иди. Я вот тут была, недалеко. Иди, да. Нам надо ехать, ну, пошла. А тебе она не целая, не звонила? Нет, еще ничего не целая. Время 19.41. Все, мы все успеем. Не надо бежать, мы бежим целые. Да, столько вот, все дни куда-то бежим. Что-то как-то. Алиса говорит, все, я хочу выдохнуть. Все, хватит. Она, представьте, заселилась в пятерку. Она сходила на завтрак ровно два раза. На обед ни разу не была. На один раз, два-то сегодня с помножками были. На обед один раз. На ужин ни разу. Ну, ничего. Ни разу. Он готов меня шикарно бежит. Да. Которая бежима, там, глаза открываю и все на море. Ну, так. И два балкуна. Да. А бархатные карманы? Бархатные карманы. Да, точно. Накрадо, ребенка там взять где-то и все. Вот и все, вот и все. Мы поехали с Олеся в такси в район Оба. Мы к Наташу поехали. Я закончила все свои дела, и мы поехали. Там же, где были вчера. Позавчера и все предыдущие дни. Ой, так темно. А время-то сколько? 28-20. Это не время, это этим. А такого времени не бывает? Да, да, да. Это таксометр. Темно на улице. А мы, кстати, шли, когда с рынка, так вот раз и выключили свет на районе. О, вот она моя звезда. А я тебе показываю, типа показываю ему эту дорогу штурман. Сама не знаю, куда ехать. Не знаю. Такси спрашивает, куда? Я говорю, я не знаю. Вот и все, вот и все. Турецкие хиты и полон дом женщин. Это не турецкие хиты. Это турецкие хиты. Это ораш и креветка. Ну, ораш, так кто? Турец же. Посмотрите, мелкие приготовили. Как она? О, орашки с сыром. Да, из баранин. Да, да, да. А здесь у нас креветки варятся. Подожди, не, не варят. А, вода закипела. Вода закипела. Да, да, поела? Я вынудили поеду. Почему вынудили? Олесечка, посмотрите. Ну, короче, все, прям вот так вот. Прям музыка играет. Короче. В концовке у нас уже варится лимон. Я не знаю, как это. Здесь укроп. Сейчас, подождите. Это... Это креточки. Креточки здесь. Пожди, пожалуйста. Давай, 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 давай. Креветки вот. Сейчас будет все опускаться вот сюда и вариться к пиву. Купили сегодня на Балык-пазар. Наташа, Мария искусница. Она готовила креветки по рецепту своего знакомого, хорошего, еще в молодости тогда, ресторатора. Ну, да, познакомились просто чисто случайно на курорте Дивноморске. Вот он сказал, что ничего с креветками делать особо не надо. Добавляем лимон. У нас не было лимона, у нас лайв с нашего сада. В дворе, да. Да, в дворе, да, растет. Значит, мы добавили лайв, укроп. И самое главное, чтобы все это, все, вода уже кипела. И только после этого бросаем креветки. Иначе креветки будут резиновые. Если будете варить так, как вот картошку вы варите, да, то есть пока вот как-то с картошкой вместе закипает вода, то креветки будут резиновые. Варятся... Что за мороженые креветки? Это буквально вот они чуть-чуть растаяли, если вы в магазине, да, в России покупаете. Ты точно юрист или ты шеф-повар? Ну, вообще, давай начнем с того, что последние несколько лет я отработала начальником отдела кадров, да, Вот так вот. Да. Так что вот креветки буквально должны вариться минут... Сколько мы варили? Минут две? Две-три. Две-три, да. Все, иначе вот мясо стало светло. Мы попробовали, она прям... Ах! Да, она должна таять во рту, иначе не просто будет резиновый. Если вы их переварите, будет резиновый, будет невкусный. С королевскими креветками другая история. Я, если честно, их не люблю. Вареные. Я люблю их на гриле. Их точно так же, как и... Господи, у вас гребешки буквально с двух сторон или на гриле, или на скалорочке. Мне же, в общем, человек у моря жил, она все знает. Да, да, да. Мурманск это же. Кстати, душа у нее по мурманским креветочкам. Самые-самые вкусные. Да, я сейчас попробовала, и я хочу сказать, что мурманские все равно самые вкусные. Самые вкусные. Потому что, как мой муж говорил, наверное, все-таки это вот из-за холодного моря. Да. Они совсем другие. И понимаешь, и Дима-то ведь знал толпо, что говорит. Конечно. У тебя Дима был рыбаком, он на креветки ни разу не ходил. На краба ходил, а на креветки нет. Но я хочу сказать, что... И вот, кстати, крабы... У нас же, получается, мурманские крабы завезли из Камчатки. Они же у нас расплодились. Тарелки давайте вот просто завозьмем, переложим в другую еще. Вот. Они у нас расплодились, и крабы вот то, что тут продают, да, вот эти стрибуны, но это какой-то бред полный. Вот. Так ты понимаешь. А люди-то не понимают. Да вообще. Просто я вот это посмотрела, я вообще не понимаю, как бы вот это есть можно. Они, во-первых, невкусные, во-вторых, вот эта возня, две книжни, которые вот такие вот. Да, да, да. И есть нечего посудить. Когда, когда у меня муж привозил, это был панцирь вот такой. Давай включим какую-то вытяжку. Давай. Ой. Во. Выключили голову. Вот такой панцирь и еще... Вот эти еще пальцы. Нет, лапы еще где-то вот так на метр. Представляете, какие размеры? Да, да. Они у нас... Их же вылавливать нельзя было. Это что, прокадирца была? Нет, нет, я имею в виду раньше вылавливать нельзя было. И он так расплодился, что уже финны с норками забили тревогу. Говорит, вы что, выедают всю рыбу, эти крабы, давайте что-то делать. И вот теперь я сейчас разрешили было с 15 августа по 15 декабря. И в это время у меня, да, муж вылавливал крабом. Последний год. Так. Ну вот. Все. Мы молодцы. Мы молодцы. Да, мы молодцы. Дети поели, кстати, здесь в воду добавили укроп, в тепящую воду. И петрушку мелко порезали. Нет, 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 нет. Что ты? Только укроп. А, а, укроп. Для меня петрушка, укроп для меня. Все, вот знаете. Нет, 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 они разные. Ну, конечно, конечно разные. Креветки любят только укроп. Все. Все, мы готовы. Можно садиться, да? Все, мы готовы. У нас, у нас есть напитки. И Олеся завтра ночью уезжает. Ну, как? А, ну, что она уезжает? Я вообще просто обалдела. Ой, музыка играет. Господи, подошла тут у нас Алиса. А наша звезда, наша королева красоты. Ну-ка, а ну, гляньте. А она сидит, покуривает. Возди, пожалуйста, Олеся. Она же поела? Ну, она прям выглядела. Нет, она хотела с нами сидеть. Дети всегда любят сидеть со взрослыми. И с нами не сидит. Ничего она не хочет. Она пошла к Златику. Вчерашняя баранинка. Она от этого хуже не стала. Ну, короче, прекрасный вид на Аланинскую крепость. Я вообще Олеську сегодня фотографировала на пляже. Просто бесит. Такая худая. Вот ты сейчас зачем это говоришь? Там сейчас выйдет комментарий, что, блядь, миллион двусто восемьдесят. Пускай пишут, но они сами захлебнутся от злости. А Злата любит приятки? Ну, она так же, не очень. Ну, а что, да? Ну, и Злату ничем не удивишь, а? Так, а может быть, еще раз подобреть? Или что мне нужно сделать? Ничего, все, садись. Ничего не нужно. Садись. Садись. Садись сюда. Злата, иди сюда. Да. Вернули. Я же, она еще подогревает? Нет. Она холодная уже. Она холодная уже. Она холодная уже. Нет, если баранина холодная, она покрывается салом. Ну, таким вот. Все нормально. Она так еле чокла. Прекрасно. Прекрасно. Лишь бы суетиться, а девчонки. Лишь бы суету наводить, а вот бегать. Златик ест клубнику. Мне еще нужно купить таблетки. А мы сегодня заходили в аптеку. Иришки таблетка. Иришки, Иришкиной маме таблетки. От суставов тоже. Скажи, помогают. Хандроксин. Как же называть? Еще какое-то слово было? Еще какое-то слово. Короче, нету. Таких именно нету. Салфетку принеси. И Алисе таблетки нужно было. Купили последнюю пачку. Еще три. Я подружку купила. А тут что такое? У тебя голова больше? Нет. Нет. Мы кофе сели у меня дома? Подустала? Подустала. Подустала. Я к вечеру говорю, как это. Мы устали. И от вас в том числе. Я же понимаю, что вам было бы интересно смотреть. Но мы хотим без вас. Сейчас у Инны были. Она пока пошла там дела-то делать. Я такая на диванчик прибегла. Россию 24 приключила. И как мне хорошо. Полеживаю. Россию 24 гляжу. Новости там у нее. А ты принесла девочкам белочки на наши? Не знаю. Звучит правильно. Он мучка мя. Где у нас руками там, ребята? В Китае, да? Все. Доброго вечера всем. В Индии, в Индии. Вот так вот рис. Да, да, да. И в Таиланде тоже. Спасибо, дорогая. Мне соли мало. Так вкусно. Так вкусно пахнет. Кошечка, дай мне, пожалуйста, соли. Кыс. Дай мне соли, пожалуйста. Кыс. Кыс. Давайте соевый соус дам. Кыс. Дай мне соли. Кыс. Кыс. Кыс.